Ну что, ребят, кто-то писал в комментариях, что по данному участку дороги ничего не решится. Как видите, там идет женщина по тротуару. Видите, идут работы. То есть вчера там делали, сегодня здесь. Я так понимаю, они ширину тротуара еще замеряют. Вот оградительная решеточка у них все выставлена. То есть тротуар они доделывают. Вот видите, что YouTube с ним будучи делают. Я считаю, что губернатор молодец, что отреагировал так. Ну и в то же время, я думаю, что на этом участке дороги теперь деньги списывать не будут, а будет чистить чаще и за татуаром следить. Как видите, здесь тоже все, татуар вычищен. Надеюсь, займутся и напротив татуаром, где люди ходят красотавить. Вот там знаки выставлены. Сейчас машина пройдет, я покажу. Вот, ребят, это стоит строительная техника. А сейчас я покажу, как некоторые комментаторы предлагали ходить детям до школы. Альтернатива, так сказать, дороге тротуара, где ходят машины и фонари есть. И вот такой вот вид. Давайте я вам покажу. Вы просто посмотрите. Я периодически буду комментировать. Здесь, видите, да, это сейчас подморозило. То есть, такой грязи, как говорится, луж нет. Но татуаров здесь тоже не видите. И вы здесь никогда не увидите. Здесь сплошная дорога. Ходят посюда часто дети, потому что здесь начальная школа. У нас, к сожалению, новых домов настроили. Но со школами проблема. А гимназию, которую... Так сказать, от гимназии вот эта начальная школа, там сплошные поборы. Мы туда водили дочку. Оттуда срочно забрали ее. То есть, она у нас проходила полгода. Мало того, что поборы, там еще и дедовщина ужасная. То есть, и причем администрация это поощряет. А поборами занимается сама зауч. То есть, что меня жена удивилась, когда пришла на знакомство. И сразу же сказала, сколько денег надо отдать. Ладно, это для отдельного видео будет. Тема. Ну, смотрим. То есть, поворачиваем направо. Видите, грязь, да? То есть, здесь грязь. Сейчас я вас просто провезу по дороге, по которой предлагали. Я говорю, вот эти комментаторы, то есть, с левых аккаунтов, соответственно. Предлагали, как пройти детям. Можно, говорит, типа пройти. Там же про заборы я просил губернатора. Вот в видео, во втором, после видео про ребенка, который шел по снегу. Ну, вот по этому холмам из снега, так сказать. Где должен был тротуар быть. Я просил, чтобы разобрались с жителями, которыми выставили забор. Ближе к тротуару. Ну, получается, заняли территорию тротуара. Поставили, так, увеличили, сказать, незаконно свою территорию. Я на днях видел, что там машина стояла. Я не знаю, что это за служба, но было перегорожено. То есть, и замеряли, получается, расстояние. Я надеюсь, все-таки, что в этой ситуации разберутся. Вот идет ребенок. Ребенок идет в школу. Сам видите, как ребенок, по каким дорогам он идет. Вот, видите, это все лужи, это все грязь. Здесь нет тротуаров абсолютно. Ну, вот сейчас покажу. Вот, допустим, местный житель выкидывает снег. Ну, потому что мы так хорошо, он откидывает от дома, а здесь ходят дети и ходят в школу. Ну, давайте попытаемся проехать на внедорожнике. Вот так вот все это дело выглядит. Вот так вот. Сейчас я вам еще одну покажу, дорогу, артернативу, так сказать, второму участку, где дети якобы должны бегать, а не по артератуарам. Сейчас я вам покажу, посмотрите. То есть, удивитесь, насколько это все серьезно и запущено. Так, смотрим. Так, вот школа. Вот, видите, прямо школа. Там даже есть кусочек асфальта. Его видно. Вот, видите, вот это прямо, вот это школа начальная. Начальная школа, куда ходят дети. Так, давайте вот смотрим здесь. Вот, видите, да? То есть, мы поворачиваем. Это второй участок, по которому предлагали, так сказать, фейковые, фейки, так скажем так. Ну, блин, фейковые аккаунты. Я не знаю, как, это же безличные, по сути, к ним нельзя обращаться, как к людям, да? Что якобы здесь есть дорога, по которой должны ходить дети. Вот, смотрите, это грязь. То есть, сейчас уже подморозило, подсушило, да? Но, соответственно, понимаете, что сейчас только начнет все таять, и снова здесь будет ужасная грязь. То есть, вот дети должны ходить посюда, потом в школу и обратно. Здесь же постоянно бегают собаки, стаями бегают собаки. Почему не отлавливают их, я не знаю. Ну, кстати, вот после того, как я обратился к губернатору, да, вот опять же, вот со вторым видео, собак стало меньше. То есть, я так понимаю, службы приехали, отследили. Мне нравится вообще, как реагирует губернатор у нас. То есть, кто бы ничего не говорил, но в данной ситуации мне очень понравилось, как он отреагировал. Ну, я думаю, что все-таки тротуаром там до конца разберутся, на том участке дороги. Детям не придется ходить вот по этой грязи, по этой вот глине. Сами видите. То есть, в принципе, дороги ужасные. Здесь нет тротуаров, ими даже не пахнет. И дети должны ходить, маленькие дети должны ходить вот по таким дорогам. Причем здесь утром огроменные пробки у нас нету со второй вышки. Ну, дополнительно, так сказать, дороги. Есть Соликамский тракт, который постоянно стоит тоже там, две полосы всего. Утром нагружено огромное, домов настроили массу, и непонятно, будет ли строиться обход. Хотели на Старцево, так сказать, строить обход, но все это как-то глухо и непонятно. И я все-таки надеюсь, у нас не только губернатор, а и глава города обратит на эту ситуацию внимание. Потому что здесь дети, когда утром идут, да, тут ужасно просто машины мчатся. Все объездуны, которые пытаются объехать пробку, они едут по этим закоулочкам. И, соответственно, детям вообще негде ходить. Представляете, тут просто идет пробка сплошная. И дети вынуждены прыгать по бровкам. Так, вот мы выезжаем, вот этот участок, где говорили, что тротуара нет. А он на самом деле оказался, что есть. Я считаю, что этот забор тоже выставлен слишком далеко. То есть, это можно посмотреть по дальнейшим. Вот видите, да, по дальнейшим заборам. То есть, вот и техника. И вот сырбор из-за участка, который был. Вот он весь грязный, он не чистится. Но вы видите, с левой стороны много-много следов. То есть, люди ходят. Здесь люди ходят постоянно. Ходят на остановку. С правой стороны, видите, вот заборами такими отжали территорию. Вот здесь, я так понимаю, это то ли металлоприем, то ли что здесь идет. Я так и не понимаю. Закон это вообще не закон. Здесь, ну, не мне разбираться. Это должны органы разбираться. Ну, и вот, так сказать, появилась остановка. Остановка. И я не могу понять, почему ГАИ не выписывает штрафы вот таким вот ухарем. Причем наше видео было записано. Вот видите, сидят на остановке. Ухари, которые стоят на тротуаре машины. Я вообще не понимаю, почему не выписываются штрафы. Почему не проехать, просто экипаж не послать. К примеру, смотрите. Вот тротуар с левой стороны. Ну, якобы, представьте, что это тротуар. На самом деле, там тропинка козья, вы видите, да. Вот. Стоит машина. Она стоит чуть ли не всю зиму. Вот смотрите, видите, стоит девятка. То есть, люди через нее прыгают. Причем ГАИ не выносит никаких постановлений, штрафов и тому подобное. И здесь вот, если взять, всю дорогу вот так вот. Идут вот такие, как сказать, участки, где бросают машины. Вот с левой стороны здесь каждое утро стоит машина вот на этом участке. Вот у нее даже сейчас я буду поворачивать. Вы увидите, что у него заезд тут определенный на тротуар. То есть, он ставит, она у него стоит. Он может ее сутками не убирать. То есть, бывает, он убирает. Вот смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот есть следы. Вот все, он здесь ее паркует. Пожалуйста. То есть, он паркует и он не парится, как люди должны прыгать. А вот козьи тропинки. А вот тротуар. Вот он должен быть здесь. Вот такой же он есть на самом деле. Ну и вот вот эта школа, получается, из-за которой весь сырборг, куда дети вынуждены ходить каждый день, как сказать, как объяснить-то, каждый день, как на приключения. Вот так вот. Доберешься до школы живым или нет? Вот потому что по-другому здесь никак не скажешь. Либо собаки на тебя могут напасть, либо машину сбить. И я не понимаю, почему директор гимназии, да, к которой вот относится вот эта начальная школа, не беспокоится о своих детях, не решает вопросы с ГАИ, не решает вопросы с администрацией, чтобы дети, за которых он как бы вроде печется, да, доходили, получается, до школы без проблем. А я могу сказать, почему. Да потому что ему пофигу. Он занимается поборами. Вот и все. Ладно. Ну, не он сам. Конечно, он через своих подручных все это делается. Ну, кто в гимназию ходит, он знает, что денег там берут, мама не говорит. Причем мы когда пришли со школы, мы вообще были удивлены, насколько там жесткие поборы, потому что у нас такого в школе никогда не было. Просто я сравнил и офигел. Ну, это не матюб, ребята. Ну, вот школа. Ладно. Это, я думаю, что органы должны проверять. Я так понимаю, что он не сам ведь на эту должность встал. Кто-то же его поддерживает. Надеюсь, что все-таки с гимназией. Почему? Потому что мы встречали очень много родителей. У меня дочери очень много писало девочек, которые писали, что там просто жесть. Их там чуть ли не замучивают. Потому что, ну, сама администрация дедовщину поддерживает. То есть старшеклассники там, я так понимаю, издеваться над маленькими. У нас есть переписки эти все. То есть, если хотите, я отдельную тему запилю. То есть, где даже Насте угрожали там. Там вообще ужас на самом деле. Ладно. Не будем о плохом. Вот эти дороги. Вот если так вот не разобраться, да? Вот как будто как бы не город, а село даже. Вот эти люди вынуждены как-то уходить. Село, то есть это... Причем, я честно скажу, ребят, это не отшиб. Это, ну, спальный, да, район. Но это не отшиб абсолютно. То есть, здесь сейчас мы выйдем и поводим в цивилизацию. Но люди вынуждены жить вот так. Мало того, что дорог нету, то, я говорю, дети ходят каждый день, как на каторгу. По-другому никак не скажешь. Я говорю, едешь на внедорожнике, и то скачешь, прыгаешь. Вот такие вот, ребят, дела. Ну, я все-таки надеюсь, что у нас администрация города возьмется за ум. К этому вопросу губернатор, как вот, подключился. Ну, хотя бы, чтобы не отпускал эту ситуацию. Спасибо, ребят, вам огромное, то, что вы так отреагировали. Я не ожидал, что подписчики будут такими активными. В своих пабликах будут публиковать то видео, где ребенок полз по снегу падал. Ну, огромное, ребят, на самом деле, спасибо. Вы молодцы. Вы помогли многим детям, считайте, многим, даже не детям, а людям, которые утром ходят на работу, это прекрасно, на самом деле, помогает. Вот такая вот ситуация у нас происходит. Так, проезжаем, сейчас мы повернем. Вот, вчера замеряла техника напротив, стояла сегодня техника тут что-то делает, замеряет. Я так понимаю, вот эта девушка, которая постоянно бросает машину, нет, это человек, который хочет просто перейти. Давайте мы пропустим. Пропустим человека. Ну, давайте, проходите, проходите. Пропустим человека, потому что деваться ему некуда. Вот. Ну, надеюсь, что они все-таки здесь, да, вот они замеряют, видите, по бокам что-то делают. Проходите, дружно, нет? Все. Целая компания стоит, ребят, я не знаю, что на самом деле здесь происходит, но что-то происходит такое важное. Прям толпами стоят работники, я даже не знаю, что это за служба на самом деле. Ну, я надеюсь, что все-таки, потому что тротуар вычищен, занимаются тротуаром. Вот, как добирается до того участка дороги, да, вот видите, где дети, где ребенок переходил, то есть вот участок буквально за поворотом. Вот можете посмотреть, вот это называется татуар. Вот это вот. Вот он идет, вдоль уходит, дороги. Кто-то ходит по этим тропинкам, козьим. Ну, примерно хотя бы я вам покажу, как это дело выглядит. Как люди каждое утро, дети и каждый вечер ходят домой. Или на учебу и работу, да, на остановку. Сейчас вам покажу. Это заброшенная здесь у нас обанкротилась строительная компания. Вырубили весь лес и обанкротились. Ну вот. В принципе, можете лицезреть. Я понимаю, в комментариях, кстати, очень много было таких комментариев, что у нас в России везде такие дороги, что вы нас не удивили. Но, ребят, хочется сказать, что для нас это не должно быть привычкой, или, как сказать, мы должны с этим как-то бороться. Бороться, в принципе, можно легко. Брать видеокамеру, снимать, выкладывать все это в YouTube, в Однокласснике, ВКонтакте, администрации. Поверьте мне, губернаторы сейчас жестко отслеживают это. Они следят, они переживают, потому что у них тоже все это на контроле в Москве, и они по шляпе получают, так сказать. Поэтому они реагируют, и вам надо, так сказать, им тоже помогать, потому что, вы поймите, один человек, он не может отрегулировать все. Потому что все равно вот в этой, как бы, его работе, да, даже если вот хороший, найдется человек, который обязательно будет пакостить и гадить. Ну, как говорится, в любой семье не без уродов, так скажем. Поэтому, ну, таким самым, видимо, вы будете помогать губернатору, чтобы он отслеживал, и там же, в голове администрации, чтобы он отслеживал, и, в смысле, в голове города, чтобы он отслеживал эти моменты, и решал, чтобы не получить самому по шляпе, а не держится за должности, поверьте мне. Так что в этом видео только все прекрасное, такая вот дорога. Но, не знаю, ребят, я надеюсь, что все это решится, а, по крайней мере, по той ситуации, которая произошла у нас с той дорогой, я хочу губернатору сказать спасибо, потому что не только я должен его ругать, но и говорить спасибо. Кстати, вот идет семья, маленький ребеночек идет с мамой. Вот, посмотрите, как они сейчас будут все это дело обходить. В принципе, вы наглядно все это видите. Не знаю, посмотрит это видео губернатор или нет, я надеюсь, что это видео дойдет до него. Но, в принципе, вы можете посодействовать, также пораспространять этот небольшой ролик, и, в принципе, я думаю, что до него точно это видео дойдет, и здесь, на этом участке даже, уже наведут порядок. По крайней мере, я говорю, небольшая победа, она есть. Но сейчас мы постараемся задать вопрос, мало ли, может нам... Я прошу прощения, а можно вам задать вопрос? Можно вам задать вопрос, как вы смотрите вот на такие тротуары? Хотели бы вы, чтобы у нас в городе исправили вот эту ситуацию, пока не верю здесь? Да, конечно, хотела, конечно. Часто вот ходите, получается, и вот мучаетесь, да, получается? Да, все, все, хорошо. Ну вот, ребята, в принципе, вы сами все видите. Люди ходят, люди постоянно здесь ходят с детьми, с колясками. Я вчера видео выкладывал, где идет многодетная семья, отец просто коляску вот с двумя детьми поднимал и нес, потому что деваться некуда было, а мама другого ребенка вела на руках, насколько я помню. Ну, все сложно, ребят, надеюсь, все это решится. Ребят, вот мне хочется понять, а куда у нас смотрят местные новости, ну, которые постоянно там вроде бы как бы на страже порядка. А я вам проще скажу, когда видео мы записали про ребенка, я видео скинул, у нас есть такой 59.ru, ресурс, я не знаю, это новостной, скорее всего, больше ресурса уже. Я им скидывал, то есть мы конкретно скидывали человека, который отвечает за новости и тому подобное, который у нас до этого брал интервью и писали про нас. А они испугались, они не выложили ни один, ни один, сколько в новостном и портал не посылали ролик про ребенка тогда, ни один, ни один ресурс, да, вот этот новостной, не выложил. Наше видео, вот, и все с помощью нас с вами. И вот мне хочется сказать, да, а где вот эти вот наши деятели новостные, да, почему они не видят вот эти вот ситуации, где людям помогать? Почему они там расхваливают, да, распиаривают, что вот здесь все решено? И постоянно показывают рекламу? Постоянно рекламу? Вот у нас, я не знаю, как, ребят, напишите, как у вас в регионах? У нас постоянно местное телевидение постоянно показывает рекламу и не пишет, что на праве рекламы. Не пишет. То есть они рекламируют, но не указывают, нарушая тем самым закон. Вот такая вот дилемма, да? То есть, в принципе, хотят денег зарабатывать и не показывать, что у людей есть проблемы. А они должны это делать в первую очередь. Ладно, ребят, всем пока. Спасибо, что вы уделили такой вот небольшой кусочек времени этому видео. Но, по крайней мере, вы молодцы, вы реагируете, вы как-то в жизни нашей участвуете. Спасибо вам огромное. Ну, и будет возможность все-таки пораспространять это видео, чтобы губернатор наш и глава администрации, глава города, так сказать, увидел все это. Ну, и навел здесь порядок, чтобы детишки бегали, ходили, нормально жили. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok